Полиция и общественный совет провели настоящий спортивный праздник для школьников в Приморье. Утреннюю зарядку провел титулованный спортсмену мастер спорта международного класса по стритлифтингу, старший специалист финансово-экономического отдела УМВД, капитан внутренней службы Евгений Есенчук. Мы как сотрудники полиции считаем, что данное мероприятие формирует у детей навыки здорового образа жизни и способствует появлению здоровых привычек у подрастающего поколения. Большой интерес у подрастающего поколения вызвали эффектные выступления, подготовленные сотрудниками кинологического центра вместе со служебными собаками по кличке Фортуна и Аланжур Перфекта. Ребятам продемонстрировали элементы трассировки, а также как проводится задержание преступника с помощью четвероногого помощника. Сегодня уже восьмая по счету, по-моему, зарядка со стражем порядка, которую мы проводим вместе с управлением МВД России по Приморскому краю с 2014 года. Ежегодно мы посвящаем это мероприятие и Дню физкультурника, который отмечается в эти августовские выходные, и тем самым ставим такую символическую точку в работе летних пришкольных лагерей. Сегодня последний день, третья смена работы пришкольных лагерей, и собрались те ребята, которые отдыхают в оздоровительных летних лагерях в школах города Владивостока. Сотрудники экспертно-криминалистического отдела МВД познакомили ребят с тонкостями своей профессии. Полицейские показали чемоданчик эксперта-криминалиста. Так дети узнали, как изъять следы пальцев рук. Была здесь зарядка, и мне очень понравилось, потому что были впечатления такие, как будто я в каких-то мероприятиях, которые находятся очень далеко от моего дома. Я ни разу такого не... я даже не думал, что такое будет, что будет и полиция, и все вместе взятых. В завершении встречи сотрудники госавтоинспекции провели для школьников подвижные игры и тематическую викторину о правилах безопасного поведения на дороге. Ребята, их родители и педагоги поблагодарили организаторов за увлекательную зарядку и выразили готовность участвовать в таких спортивных праздниках чаще. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.